Что эта девочка не Таня, что это Зоя из Москвы, не с Енисея, не с Оскола, не из Тепнова Куреня, а вот из 201-й школы в трёх остановках от меня. Ей посвящали стихи, песни, картины, снимали фильмы и даже назвали её именем «Малую планету». Бесстрашная Зоя Космодемьянская, юная героиня партизанского движения. В первый год Великой Отечественной войны 18-летняя девушка попала в плен, выполняя боевое задание в подмосковной деревне Петрищево. Несмотря на пытки и унижения, она не выдала своих товарищей и на допросе назвалась вымышленным именем Таня. Она на все вопросы отвечала «нет, не знаю». Не добившись ничего, офицер приказал, чтобы начали её бить ремнями. Её водили босиком по снегу, постоянно били, а потом приговорили к повешению. Зоя не сдалась и даже с петлёй на шее призывала людей биться с врагами. Её пример стал символом стойкости и героизма. Зоя была первой девушкой, которой во время войны посмертно присвоили звание Герой Советского Союза. Своим примером она вдохновила на борьбу с врагом тысячи людей. Сегодня о подвиге Зои Космодемьянской рассказывают четвероклассникам на встрече в библиотеке. Всё же идёт с молодых ногтей. Не секрет, что дети сейчас читают мало. Потому что другие приоритеты – это интернет, это компьютерные игры. Но Россия – это страна с богатейшей историей, в которой было очень много печальных и грозных страниц. И вот одна из таких грозных страниц не только нашей истории, это вообще мировой истории, это как Великая Отечественная война. Мы уделяем большое внимание именно патриотическому воспитанию. Если в советские годы о Зои Космодемьянской знали все, то у нынешнего поколения это имя, как правило, вскользь упоминается только в рамках школьной программы. А это неправильно, уверены сотрудники библиотеки. Специально для школьников придумали часы памяти и уроки мужества. Их, кстати, проводят не только в знаковые даты, как День защитника Отечества, а круглый год. Каждый раз ребята узнают что-то новое. Ты раньше слышала о Зои Космодемьянской? Нет, я ничего не слышала, но было интересно услышать. Наверное, это было жутко. По сравнению с нашим поколением, это большой героизм. Надо любить Родину, и тогда, конечно, не сдашься, надо верить, надо жить. Должен смелый характер быть, чтобы держаться за все, то, что он все сможет. Было очень интересно послушать о наших героях. К слову, в этом году исполнится 95 лет со дня рождения Зои Космодемьянской. Таких молодых героев и героинь во время войны были десятки. И чтобы нашу историю не пытались переписывать, их имена стоит почаще вспоминать и детям, и взрослым. Для этого Махрова, Игорь Хрупко, 6 канал.